Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 октября и у нас после того, как снег растаял, довольно-таки, ну не очень холодно, где-то 1 градус ночью и 3 или 5 днём. Посмотрите, что было в прошлом году. В это время уже везде лежал снег. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 октября. Хочу показать вам наши снежные пейзажи. Ещё 3 дня назад, несколько дней назад я вот здесь сидела в одной футболке, говорила вам, что этого я и боюсь, что сейчас очень жарко, лук садить ещё рано, боишься всегда, что прорастёт. Я ещё опасалась, что резко погода вдруг переменится и будет холодно. Но вот смотрите, спустя 2-3 дня у нас из лета сразу стала зима. Это, конечно, очень плохо. Видите, деревья ещё все в листьях, и вишня из-за того, что листья ещё не осыпались, её снегом до самой земли придавило. Ну вообще, это плохо, когда нет такого плавного перехода. Снег выпал первый, и сразу много, вчера и сегодня, сразу несколько дней. Видите уже какие кучи, полметровые кучи около теплицы, полностью снежный покров, но сантиметров, наверное, 20-30, если вот так смерить в высоту. Ну, короче, это ужас. Было только что тепло, и тут вчера было лето, сегодня уже зима. Всё. Ой, у меня слов нет. У меня некоторые лейки ещё остались. Я как-то, ну, тепло и тепло, и шланги не успела убрать. Вон они, шланги, не знаю, будет, оттает или нет. Вот, показала вам снежный пейзаж. Мы, короче, из лета сразу шагнули в зиму. Всё, до свидания. Я специально сейчас вышла в огород, потому что очень-очень много вопросов скопилось, именно вот осенних таких. Смотрите, спрашивают, когда сею сидираты, копать или нет сидираты. Потом, всем ли нужно известковать. Почему суперфосфат осенью именно, я вот настаиваю, что надо осенью, надо скорее осенью вносить. Потом, почему валяются у меня на полу красные помидоры, тоже сейчас расскажу. Потом, а, если хотите получить ранний урожай, ну, в смысле, вот как я, спрашивают, какой укрывной я использую, буду ли я на будущий год опять ранний урожай и чем я буду утеплять. Потом. А, вот что я постирала чехлы от агросчета. Не повредился ли защитный слой? Вот этот вопрос тоже интересный. Потом, укладываю ли я ботву в мусорку? И в конце расскажу, зачем я начала снимать кулинарные рецепты. Один мужичок сказал, вы захламляете свой канал, мы подписывались не на это. Я не знаю, на что он подписывался, потому что у меня и в прошлом году были кулинарные рецепты. И заготовки, да, зимы, борщевые, соленья и все. Может, у него промеж глаз это попало. А вообще, я считаю, что это основное и главное, это же тоже огородная азбука. Главное не только уметь вырастить, а главное суметь сохранить все стопроцентно. Потом уметь вкусно приготовить это все, употребить, чтобы эти витамины у нас земли прям пришли туда, куда надо. И вот этому я тоже хочу обучать начинающих огородников, потому что огородная кулинария, это очень такая большая основная часть огородной азбуки. Сейчас пойдем по огороду, я все-все-все вам отвечу на все вопросы. Тут выпускают самую главную медведевку. Мэри, ты еще глупая. Давай-давай. Ты глупая. Мэри, ты глупая, Мэри. Помощница. От нее не убежишь уже никуда. Ого, кто там? Кто там? Давай варежку неси мне. Давай. О, курай. Ну-ка, 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 ну-ка. Обучаться не хватит. Она украла руководитель. Вот этот вопрос, когда я сею сидираты и когда лучше сеять сидираты, он очень часто звучит. Но я уже отвечала, что я делаю тогда, когда есть возможность. Вот тут штеплицы. Ранно убрала томаты. Раньше посеяла. Видите, что вот здесь, в той теплице, где мне собака там приминала, они у нас большие. Но у нас, у меня участок очень, размеры сидиратов неоднородный. Вот здесь я все ждала, ждала, когда чуть-чуть еще подрастет, чтобы перекопать. Опять параллельно еще вопрос, копать или не копать сидираты. Тут многие спорят, кто говорит, надо перекапывать, кто не надо, я перекопаю. А вот эти мы посеяли, хотя давно. А выпал снег, холодно. Они не растут и все. Они встали как заколдованные. Вопрос про известкование звучит очень часто. Вот когда я сегодня нынче говорила, что я вот нынче буду известковать, то есть добавлять кальций, содержащие вот эти все препараты, чтобы не было вершинки. Потому что я всегда говорила, у меня нет ни вершинки, у меня никогда... Ой-ой-ой, сейчас обьет. У меня никогда не было вершинки. Но в этом году на двух или на трех томатиках я увидела вот эти вот носики такие подсохшие. Подождите, отобъясут собаки. И мне пришлось известковать. И вот на вопрос, нужно ли известковать или нет. Ну, во-первых, вы должны, конечно, знать, какая у вас почва, кислая или нет. Потому что если почва нейтральная или щевочная, обычно известкование, ну, добавление вот этих... Успокоилась, моя хорошая. Не нужно. Но я читала, что у нас на большинстве территорий Российской Федерации, средняя полоса России, почти у всех кислые почвы. Если у вас домогается до вас вот эта вершинная гниль, то известковать нужно. Лучше всего раз в три года эта процедура делается. Хочет в камеру. Ее, конечно, не часто хватает. Я вот сейчас произвестковала, а потом буду немножко просто подсыпать золой или поливать, или в крайнем случае делать летом опрыскивание. Такая капитальная процедура, серьезная, как известкование всего участка, она не нужна часто. Написано вообще раз в три-четыре года. Дошли до самого интересного вопроса. Почему у вас валяются красные помидоры везде? Ну, вы знаете, когда мы их оставили, они были не красные, они были вот такие зеленые. Когда мы выдергивали кусты, мы же спелый урожай весь собрали, кусты выдергивали, и там оставались зеленые томаты. Но они, конечно, они же как обсыпаются, обваливаются какие-то. И вот из-за того, что была еще какое-то время теплая погода, они просто поспели, но так и остались. А почему они у нас лежат неубранные? Ну, просто потому что до них еще руки не дошли. Вот мы пока снимали вот эти пленки. У меня муж на работе всю неделю. Вот завтра и послезавтра, два выходных, мы будем делать последние штрихи в уборке огорода. Будем вот это все собирать, выбрасывать в компостную кучу. Будем там вот пробивающуюся малину выдергивать. Где-то там в уральской теплице последние у меня еще не выдернутые, потому что они там... Ну, короче, там нужна грубая мужская сила, пойдем убирать. Вот видите, что до теплицы сняли. Тут как раз проходя мимо, напрашиваются те самые вопросы, которые я в начале ролика говорила, что у меня уже спросили. Вот вы постирали чехол. Не исчезнут ли вот эти защитные свойства? И не это... Ну как, не испортится ли он? Он же дорогая эта ткань, и он считается таким дорогим именно потому, что у него там какие-то качества. Скажу честно, ткань вот эта, Райзер Хауэра, она новая, и я не знаю, после стирки теряется, она не теряется. Но я, смотрите, и тут же как раз вопрос задали, что буду ли я на будущий год очень рано высаживать в теплицу и вот здесь, и какими укрывными я буду пользоваться материалами. Но вот здесь у меня эти чехлы, они целые остались здесь, я только пленку полиэтиленовую накрою. А в теплице, где у меня с подогревом грунта и где у меня в апреле высадка, в этом году я намучилась, у меня укрылые все старые, там дырявые, все. Я решила вот такую, как на чудо теплицы, вот этот Райзер Хауэр, извиняюсь, я не могу его так выговорить целый год. Я хочу купить два отреза вот такой ткани, раз она здесь себя хорошо показала, она и солнце пропускает, и немножко как вот до минус 4 здесь сохранила плоды. Я хочу там применить вот этот новый укрывной материал, и я как раз задумала, что сейчас выпишу, у нас же здесь этот, ну два филиала вот этого, сибирский агроном-то, где они вот это делают. Мне когда привезут заказ, и я поеду когда получать, у них же там специалисты-профессионалы, я спрошу про эту ткань, все, можно ли ее стирать. Вообще-то, ну как, ее, наверное, срок хранения, долговечность. Так что, если вас кого-то интересуют вопросы вот по этому ткани, по укрывному, вы можете комментарии к этому видео, сообщения написать, и я когда поеду забирать свою ткань, я уже свои записала, три вопроса, я все у них там спрошу и потребую профессионального ответа, потому что я вам брать не буду. Я вот честно скажу, я не знаю, состирываются с него какие-то защитные качества или нет. Мы опять идем по второму кругу здесь же. Смотрите, последний вопрос остался. Складываю ли я ботву томатную в свои компостные кучи? Я сразу говорю, что нет, в компостные кучи я ничего такого не складываю. Это вот уже с территории собираем все отходы. Тут у меня только отходы со стола, которые еще там на кухне я сортирую сразу на мусор, который стекло, железо в мусорку, на мусор, который горящий, это в камин, и на мусор, который органика гниющая, это сюда. Мэри веселится, что она сегодня попала на прогулку со мной. И сюда же складываем только вот как сорняки, траву. И то, хочу предупредить вас, да Мэри хватит. Если у вас, например, развелась на участке белокрылка, то и траву сюда нельзя складывать, потому что обычно там белокрылки остаются. И в некоторых районах, если теплая зима, они могут остаться живыми. А почему не складываю ботву и вот это все, я уже говорила, ой, трещит на мне все. Когда-то давно прочитала научную статью о том, что фитофтора может, как сказать, вот есть видимая фитофтора, когда уже и листья все в этой, в налете, в таком, в плесени, в пыльце. И томаты уже такие черные. И когда мы ее видим. А есть фитофтора в таком зачатке, особенно осенью, в сырую, холодную погоду, когда мы еще ее не видим, но ее уже откуда-то принесло. Может ветром с соседнего участка, может еще откуда-то. И если мы эти остатки томатные уложим в компостную кучу, она может благополучно долежать до следующего года. И мы когда будем всю эту, как перепревший компост, раскладывать по участку. Ну, короче, фитофтора очень хорошо перезимовывает на растительных остатках, поэтому специалисты не рекомендуют ни огурцы, ни томатную ботву не укладывать в компостную кучу. Мы все уносим за пределы участка. Все, ну вообще невозможно работать. Что за ребенок такой непослушный? Украла тетрадь, где я записываю, где я подготовила полностью почву, а где нет. Кстати, надо все записывать. В прошлом году не записала, весной вышла, прошло полгода. Что я сюда добавила? Добавляла я сюда что-то или не добавляла. Мэри, так нельзя. Все, до свидания.